Братья и сестры, монашествующие всех, вас поздравляю со светлым Христовым воскресением, с Пасхой Христовой. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Прошла целая неделя после сошествия Благодатного огня и Пасхи Христовой, но только сейчас мы довезли до нашего Бога Спасаемого, Града Иерусалима, Благодатный огонь. Пожалуйста, прошу, там на заднем плане не разговаривать. И это, конечно, радость. Пусть через неделю, пусть через две, но Благодатный огонь у нас. Мы, как говорится, каждый год обновляем, оживляем, и Господь нам посылает Благодатный огонь. Мы знаем, что когда Он сходит, Он сходил с первых жерехов, остались преданиями. Но когда построила пронапостоль Елена по желанию царя Константина, своего сына, то... Валерий Владимирович, за порядком следите, а не мешайте проповедь говорить. Когда она построила храм Господень, то Благодатный огонь стал с 4 века регулярно сходить православным. И мы до 20-го, до 21-го века получаем этот Благодатный огонь. Мы знаем, что и молнии, и всполохи, и шары разного размера сходят. И это на видеосъемках есть. Но главное, что патриарх православный, Иерусалимский, входит в Кугуклию, и огонь из ничего сам появляется, голубоватый. Потом он дается всем, и это совершенно точно. Многократно, тысячи раз проверено. Борода, которая запламеняется моментально, она не горит. Руки согреваются от Благодатного огня и исцеляются. И поэтому она плавненосно расходится по всему храму Благодатный огонь. И сейчас мы чем-то наш храм частично напоминаем, нас правда по одной свечке, а там по пучку. Поэтому сразу очень ярко становится. У нас, как вы сказали, в прошлом году где-то 150 человек. Это радостно, все-таки до нашего маленького, хоть и Бога спасаемого, но ленивого города Арсеньева. Это немало, 150 человек. Но приехали туда люди с других соседних приходов. Не только Арсеньева, но и поселков Садуйчина, Сысоевки и так далее. И Яковлевки. Но я думаю, за временем эта традиция будет увеличиваться, и народу будет больше. Потому что Благодатный огонь мы развозим во всем храмам нашей епархии. И гонка с неукосимой лампадки стоит везде. В этом году так получилось, что Благодатный огонь не удалось привезти в Владивосток. И вот мы ездили специально в Хабаровск, можно сказать, с Благодатным огнем. Привезли в Владивосток. По манастырям там везде раздали владыки, дали генопотливскому владыке. И затем этот огонь вот сегодня уже в конце приехал к нам. Я очень рад, дорогие братья и сестры, и отцы, что мы каждый год принимаем эту Благодатный огонь. И то, что вы отпрягаетесь на это, потому что это свидетельство Божьей благодати, что Бог с нами, что война хоть и идет, но не будет конца, что Божья поддержка и уверение, вот как сегодня день Фомы неверующего как раз, уверение нас, скептиков, маловерных, что Бог огонь с неба сходит, утешает нас. И в этот день Малой Пасхи, Малого Воскресения, мы можем порадоваться Благодатному огню. Поэтому всех вас сердечно поздравляю, желаю вам Божьей помощи, пасхальной радости, как Сергей Псаровский и пати-пати, взываю. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Хотелось бы сказать, дорогие отцы, монаши, существующие братья и сестры, что у нас много активных прихожан. На самом деле немного, но они есть. И мы не всегда, как говорится, внимания уделяем, а сейчас все-таки немалые собрания людей с разных приходов. И хотелось бы отметить наши традиции.